Так, Тато сказал, встречаемся у огнетушителей. Так вот же они! Хорошее место встречи придумал Тато. Ух ты! Я думаю, они надёжные при пожаре-то. Веснушка, тебе не кажется, что чем-то здесь пахнет? Ничего не чувствую. Нехорошо пахнет. Горелым. Да выдумываешь-то всё. Слушай, у меня нос как у собаки. Говорю, пахнет. Значит, пахнет. Ну, заладил. Пахнет, да пахнет. Посмотрим, может быть, горит что-то. А Тато? Он же будет нас искать. Пожар важнее. Тато подождёт, а пожар он такой. Фьюить! И ничего нету. Вот так. Ну, ладно. Ладно, Хоха, пойдём. Смотри, квартира. Ну, квартира как квартира. Нет никого. А на кухне газ горит. Вот. Да, и телевизор работает. Слушай, где же хозяин? Ты в магазин ушёл, да? Да? А если здесь всё возьмёт и загорится? Ой! Кто был прав? Что такое? А? Мы же с тобой одни. Сейчас как бабахнет. Что делать, а? Тушить пожар надо. По машинам! Так. Вот эта нужна. Да? А на воду привозят с цистерни. А здесь, смотри, большущий шланг. По нему воду качают. Я сам видел. Тоже пригодится. Так, берём и это берём, да. Так, без паники. Одевай, веснушка. Одевай на себя это. Так, шлем, рукавицы, огнетушитель. Так. Прихватим. Давай, 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 скорей. Сейчас, сейчас. Ой, какой шлем-то? С микрофона. Давай, давай. Рукавицы не забудь. Хохочка. Э, 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 а ты-то куда? Всё сгорит без нас. Давай скорее. Держись, Хоха, держись. За лестницу крепче держись. А что ты за дело? Ну, не поднимается она. Тихо, тихо, я всё сделаю. Ты только держись. А, а, ой. А, а, а. Я куда-то лечу, чувак. Здра-а, что такое? Да говорили же встретиться огнетушителей. Ой, здравствуй, Тату. Здравствуй, здравствуй. Зачем ты напялил шлем и рукавицы? Ой, ой, ой. Пожарный. А где Хоха? Хоха, вот там, там. Привет, Тату, мы потушим пожар. А ну-ка, слезай, Хоха. А, иди, Веснушка, снимай шлем, горе пожарный, тоже мне. Ты ещё ничего не знаешь. Что они? Там, в квартире, чайник кипел. Вот что осталось от нормальной квартиры. Хорошо ещё, что отличились вы на ненастоящем пожаре. На ненастоящем? Да, в музее пожарной охраны. Я вас сюда зачем позвал? Зачем? Чтобы показать новые огнетушители. Вот они. Вот пожарные машины. И они здесь тоже. Вот манекен в новом пожарном костюме. Так. Так, машины мы сами знаем, какие и для чего они, мы знаем. Зато ты не знаешь, что моё пожарное снаряжение последнее слово науки и техники. Манекен-то говорящий. А вдруг он живой, последнее слово техники. Слушай, бежим отсюда. Остановитесь. Я ещё не всё сказал. Давайте послушаем. В таком костюме и в огонь можно войти, не обгоришь. Сделан он из сверхпрочной ткани. Выдерживает она 400 градусов. И перчатками можно взять обгоревшие обломки. Дядька пожарный, вы это там настоящий или тоже это не горящий? А? А, понял, здрасте. Здравствуйте. Ну вот самое главное для пожарного на пожаре, это защитить голову. Поэтому вот этот замечательный шлем из новых материалов этому помогает. А ещё в него можно строить различные радиопереговорные устройства. А что вы скажете про мою чудо-лестницу? Отличная лестница. Она помогает пожарным спасать людей и тушить пожары на большой высоте. Кохочка, а если бы ты с такой высоты-то свалился, а? Ловкий, ловкий. Ловкий, ловкий. А квартиру-то мы с тобой не спасли. Ну, это макет на самом деле. Но в жизни так не бывает. Поэтому, уходя из дома, необходимо не забыть выключить всё электричество, все компьютеры, чайники, утюги. И обязательно выключить газ и свет. Да, ну мы всё поняли. Спасибо вам большое. Приходите к нам ещё. У нас ещё очень много всего интересного. И друзей своих приводите. А мы вам сейчас мультфильм покажем. Какой замечательный мультфильм мы посмотрели. Так. А теперь задание зрителям. Нарисуйте то, что вы видели на выставке, что вам понравилось. За лучший рисунок приз. Слушай, ребята, рисуйте меня на лестнице. А меня в пожарном шлеме. Рисунки присылайте с пометкой на конкурс. И сообщайте номер домашнего телефона, пожалуйста. Мы ждём. До встречи. До встречи. Алло. Здравствуйте. Что вы говорите? Настоящий? Звонят из управления пожарной охраны. Говорят, что пожар где-то чердак горит. Ура! Пожар! Как тебе не стыдно, Гоха? Что такое? Такая беда, а ты? Я просто хотел сказать, что никогда не видел настоящего пожара. Поедем, поможем. Я тоже не видел. Тату, а нам разрешат? Ну, я не знаю. Сейчас спрошу. Скажите, а нам можно приехать помочь? Спасибо. Ведим. Смотри, не слушайся, какая красивая машина. Настоящая. Ой, Гоха, вот бы и нам на этой машине прокатиться. Да. Прокатиться. Пожар дело не шуточное. О, да. Шесть человек должно быть в такой машине. Шесть. Может, нам скажут, поезжайте сами. Пойду узнаю. А вот вы и поезжайте сами. А я на этой. Не разрешат же. На этой. А почему не разрешат? Я готов. Вот она, кашечка, вот. А мне кажется, не совсем готов. Потому что в таких касках теперь пожарные не ходят. Теперь совсем другие ходят. Вот увидишь. Ну, вы как хотите, а я поехал. Куда? Нельзя без разрешения. Слушай, бери руки, хочу и поеду. Стой. Из-за тебя один человек из этого, как его, из пожарного расчета не поменьше. И тут останется. Да он мне сейчас спасибо скажет. Пойдет сейкопа. Нам разрешили. Едем на этой. Ура! Интересно, а чего там загорелось? Уже шаровая молния залетела. Ну, говорят, нет. А может, вулкан под дом изверкает? Начал извергаться? Мало вероятно. Может, инопланетяне приземлились? Нет, прикрышились криво. А бензинчик свой провели, вот и плыхнуло. А может, крокодил из лопарка сбежал? Решил на чердаке костер разжечь, погреться. Может, теплоты любят? А может, мыши при свечах обедали? Свечку уронили? Во! Кажется, подъезжаем. А как будем помогать-то, а? Никак. Будете стоять и смотреть, как пожарный огонь тушат. Да, а я помогать хотел. Не шоете, честненько. Тоблестные бойцы пожарной храмы потушат пламя на двоще. Ой, Тадо, я узнал. Это же дом, где моя прабабушка жила. Ай-яй-яй, смотри. Кошмар, как вулкан. Видишь, что делали? Бегли. Вроде уже тушат, смотри. Тушат, тушат. Молодцы. Молодцы, здорово работаем. Здорово работаем. Быстро работаем. Смотрите, ничего не боятся. Смотри, смотри, хоха, почти все погасили. Вот это да. Ну, как быстро. Ой, здрасте, господин главный пожарный начальник, дядя Серёжа. Ой, смотри-ка как, а. На пожаре-то как страшно, да, вон испачкался. Ой-ой-ой. А скажите, а с чего это всё получилось? Это что, крокодил какой-то виноват там или инопланетяне, может быть? За что ты, Коха? Да. Это ребята баловались. Да. На чердаке костерик разожгли. Кошмар. Забавы ради. Да. Да, чуть реликвию твою не сожгли. Да, это ж дом моей прапрабабу. Ну, пойдём, дядя Серёжа. А что ещё, что никто не погиб? Да, вот это хорошо. Мы ребят спасли. Да. И кошку даже ничей не. Кошку спасли. Я всех-всех вас, ребят, наших телезрителей прошу, не играйте ни в чердаках, ни в подвалах. Вот к чему всё может это привести. Да то, а мальчишки-то молодцы. Вели себя как герои. Сами хотели всё потушить, пока пожар не ест. А вот этого-то делать и не надо было. Да. Детям, как только они заметили, что начинается пожар, надо как можно скорее убегать. Понял? Убегать. Да. А ты бы, небось, сам бы потушил. А я бы сам потушил. Открыл бы все окна и двери бы. А вот этого как раз делать никак нельзя. Почему? Наоборот, надо закрыть доступ к воздуху. Огонь на воздухе разгорается ещё сильнее. Ну, да. А знаешь, что надо делать? Чего? Надо захлопнуть двери, окна, быстро уйти с места пожара и позвонить по номеру 01. Пожарную службу. Знаю, знаю, знаю. Пусть помнит каждый господин пожарный номер 01. Правильно готов? Такой простой номер телефона специально придумали, чтобы его все запомнили. Ну, едем домой. По-моему, отлично работали пожарные. Да, надо и нам бы отличиться как-нибудь, придумать что-нибудь такое такое. А знаете, что? Давайте объявим конкурс на лучший рисунок. Вот, пусть ребята рисуют, как надо правильно вести себя на пожаре. Всё, как я советовал. Ну, и рисуйте, ребята. Ваши рисунки, ребята, примут участие в конкурсе. Да. А за самые лучшие рисунки победители конкурса получат замечательные призы. Так что старайтесь.